между прочим сегодняшнее видео я хотел снять уже два месяца назад но у кевина громадный график и у меня мы не успеваем состыковаться чтобы снимать очередное видео для вас я как-то видел одного блогера писанину что он пишет что в рубрике профессия у него написано блогер канала такой то у него там подписчиков очень мало но он уже считает что это его профессия для нас с кевином это не является профессией пока вот это не хобби и делаем это тогда когда у нас есть время но я очень занят и мой сын очень занят своими проектами поэтому но сегодня я хочу вам все-таки снять человека за которым мы бегали очень долго опять таки вот и вопрос будет о болезни опять болезнь которая является грыжа межпозвонку межпозвонковые межпозвонковых дисков громадная проблема для людей некоторые становятся инвалидами кого-то перекошивает кто-то ходит с костылями кто-то парализован знаете это состояние те кто знает о чем я говорит говорю это а не менее пальцев ног вот страшнейшие боли как будто колом кто-то вбивает в поясничный отдел или же извиняюсь за вооружение в анус даже есть такие варианты я сам лично лежал полтора месяца парализован у меня была межпозвонковая грыжа всего лишь 9 миллиметров 9 миллиметров но это где-то вот такой размер вот вот а наши пресловутые врачи и доктора они сразу гонят вас на операцию после снимка мрт магнитно-резонансной насчет было вот когда у вас 5 миллиметров 5 миллиметров а все срочно на операцию никогда не слушайте их никогда пускай они вас не пугают можно жить и я вам сейчас покажу человека пойдем сори я вам покажу человека у которого грыжа вот такая значит 17 миллиметров 5 10 где-то вот такая 17 миллиметров игорь привет это игорь логинов наконец-то мы тебя поймали сколько у тебя грыжа 17 миллиметров 17 миллиметров где где-то помнишь один ну то есть обычно стандартно это поясничный отдел вот ну и как ты выживаешь дорогой друг во-первых посмотрите на его комплекцию тела да то есть это не дрищ тренировки 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 еще раз тренировки стараюсь как бы алексей чаркасов тренирует объем саде а вы сейчас что-то будете делать мы сейчас посмотрим что они будут положить а скажи мне предыстория откуда она взялась у тебя и вообще банально просто взял пылесос в руку так чуть-чуть приподнял и все меня сразу прострелила с левой стороны ушло на правую так и иначе я начал подволакивать ногу в течение где-то 3 но тебя перекосило как обычно ничего я ходил просто как терминатор вот ногу ногу тащил за собой просто тащил ногу за собой и не мог а мне начал потихонечку сводить мне ребят посоветовали приседать начал приседать ночью я не спал я я ночью сидел и приседал реально боли были адские два часа сижу это с дочкой после после приседал в минус по 40 наверное приседал но приседание помогало тебе приседаниями помогал отпускал я ложился и объясню потом почему это сейчас буквально спал потом опять 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 начало поседать от днем утром надо на работу но это же вообще не надо но это пипец просто скажи когда это случилось в августе то есть недавно так те сколько лет вот видите 55 молодой человека уже такая проблема я уже показал где-то 17 миллиметров это где-то 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 вот так врачи рекомендует после пяти ложится на операции они кричат что все но я вам расскажу в следующем видео почему этого делать не надо вот алексей черкасов его тренер лёха вы знаете давно старая гвардия он издевается над многими людьми своими пациентами но вот я хочу сейчас посмотреть что вы уже прошли комплексную тренировку же дашь ли обычно тренировка заключение а чего вы делали падает что вы делали нас сегодня тренировка то есть они делают я уверяю я хотел просто заснять ли мы не успели у него полноценная тренировка идет обычного человека без всяких каких-то там но может быть небольшим стороны некоторые нагрузки исключаем некоторые нагрузки которые не нужны ну чтобы не было силой вертикально еще сейчас будете делать сделайте а мы немножко вас снимем посмотрим уже практически с ним с августа да или когда-то когда-то сколько возьмите то есть ты сразу пришел как и лёхи его начали небольшая реклама нашему каналу подписывайтесь что не успел подписаться ты убедился воочию что физическое упражнение я походил к одному хирургу мониторинг сделку маски посмотрели все это все это смерть это умер за мерзации который зарабатывает нам задача хирурга не хирурга хирургическая операция другого он вам не посовет бабки то надо им зарабатывать они забыли про клятву киппократа ладно делайте а еще прокомментирую дальше значит смотрите если вы посмотрите несколько лет назад про мои проблемы с грыжей да то у меня было как у меня когда лопнуло межпозгнутовый диск и получила грыжа 9 миллиметров я лежал полтора месяца парализованный у меня есть видео обязательно посмотрите я спасался планкой вот потом игорь говорит что вижу он спасался приседаниями а почему потому что идет омывание болезненных тканей вот идет подпитка той самой грыжи как вот этот разрыв небольшой болевые синдромы уходит совершенно верно как только все тело восстанавливается и как говорится успокаивается то болевой синдром опять появляется соответственно какая задача у нас вообще лечебная гимнастика первоочередная задача закачивание мышц спины так чтобы держали позвоночник вот именно потому что у большинства людей позвоночник он здесь а мышцы вот такие вот дряблые соответственно вся нагрузка идет на позвоночник делайте что-нибудь вы сейчас делаете что-то из системы бубновского да бубновского доктора бубновского очередной привет мы тебя уважаем да и мы пользуемся несколькими его упражнениями самыми такими активными я лично скажу так что опять напомню что полтора или два года назад мы с кем нам приехали из европы и у меня вылезла очередная протрузия то есть хочу сказать так что 9 миллиметров грыжи у меня уже нету а почему потом объясню в следующем видео у меня есть протрузии 2 и 3 миллиметра тоже поясничном отделе но они меня так не мучает и как только наступает болевой синдром вот что я выполняю вот такие же упражнения по системе доктора бубновского ребята спасает моментально всех моих учеников и танцоров там и культуристов и лично проверено на себе поэтому все что мы делаем это что мы делаем мы снимаем компрессию в болевой зоне правильно и укрепляем мышцы спины вот но самое интересное что я хотел сказать мы просто не успели показать они действительно полноценно тренируются то есть то есть как вы видите комплекцию игоря он не до не дохленький дрыщок а человек такой весьма подкачаный сразу видно таскающий железо вот это несмотря на то что многие наши врачи и зарубежные гонят вас на операцию отсюда какой вывод приходите в спортзал найдите нормального грамотного тренера посмотрите мой канал не забудьте подписаться вот присылайте мне вопросы в инстаграм если кому-то нужно какая-то квалифицированная помощь нормального тренера грамотного тренера вот то мы поможем вот алексей всегда свободен если у него график свободе но я просто консультации какие-то могу вам провести еще раз повторяю ну что игорь в заключении значит жить с этой хренью то можно а под нож всегда успеете лечь и что квалифицированная тренировка всегда внимательно выполнять упражнения без нагрузки на болевые на болевые точки уже спину теми упражнениями которые нужны для того чтобы в очах дружи поступали полезными силами регенерации всех ну соответственно мышцы всегда были хорошо вот а это вот ксюша олейник тоже качается ладно всем привет алексей черкасов игорь логинов снимем еще очередное видео может быть с вашей тренировкой когда мы наконец не будем спать так долго как я не спит все пока а так